здравствуйте уважаемые пчеловоды приветствую вас на youtube канале магазина улей меня зовут александр вторая часть нашего нашей командировки во франции мы сейчас находимся на производстве самом главном производстве компании там api культур то есть у нас я составлю логотип вот у нас и называть томас но по произношению французского это тома то есть это одно из трех больших филиалов в самой франции также не имеют около 300 представительств по франции из еще плюс 100 представителей в мире сегодня мы у них на заводе и в их нем магазине с лионелем проводим x он нас пригласил провести экскурсию я уже говорил мы у них покупаем к их закупили кое-какие новинки для магазина и теперь они нас пригласили пойдем посмотрим на улице расту очень много стоит сиропов в еврокубах вот и он продается то есть пчеловоды приезжают вот можно здесь купить в свою тару также очень много баночек баночек для меда вот магазин там у них отдел продаж вот мы зайдем рассмотрим прекрасная зона всяких тут вкусняшек косметики очень много мужчину может выбрать магазине стоит линия немецкая производит вот вощину то есть у них какая ситуация с вощиной можно обменять как у нас можно просто купить у них есть два сорта воска то есть воск с анализами и без анализов цена существенно разнится почти в два раза то есть вы пчеловод приезжайте покупать магазин и говорите ну вам нужен воск с анализами или без анализов соответственно воск с анализами они отправляют в интертек в воск вернее покупать воск и отправляет в лаборатории в интертек это 100 400 евро минимум одну тонну отправляет на анализы и соответственно делают разный воск то есть вот такое разделение смотрите одновременно производится и на основную рамку и на катаскар на полу рамку то есть у них стандарт 260 и 100 уже с воском натяжка у них горизонтальная извиняюсь вертикально вертикальная из гофманом есть без гофмана использует почему объясняет вертикальная вертикальная натяжка рамки потом проволоки потому что считать что ващина то крепче держится и не выпадает при откачке не рвет рамки ну у них в основном используются радиальные медагонки или линии поэтому возможно для них это удобно сейчас мы находимся на складах то есть у них здесь большие такие терминалы у нас это называется вот просто квадратная металлическая коробка из них не находится стеллажи и склады вот надо к такому стремиться наш магазин будет тоже перенимать опыт и делать такие красивые склады которые работают который можно перемещаться на каре это новый склад прошлом году построен еще не закончен так сиропа очень много сиропа так ребят показали нам готовят к отправке это линия для откачки меда то есть одна из пяти вот китай для того для компании тома очень крутой рынок они не могут нарадоваться потому что там пчеловоды крупные рассказали рассказал нам леонель то есть он совладелец что в китае есть пчеловоды из 10000 ульев и больше и они с радостью покупают именно качественно французскую продукцию именно к что касается больших больших машин каких-то лень откачек линии линии по откачкам вот с радостью покупает потому что очень высокое качество то есть гарантия три года на линию сервисный центр у них есть китае и сейчас это одна из пяти линий которые они ждут чтобы отправить когда ну то есть загрузить контейнер и отправить китай вот умеют люди делать бизнес вот интересная идея для крыши это германии мы тоже такое видели то есть уже готова металлическая сюда подкладывается лист т.п. полистирол есть новый нет а это на 2 дерева то есть одевается на деревянную крышу такая вот интересно тоже непосредственно производство всего инвентаря оборудования то есть завод иди этот очень много техники тестирует медогонку вот остальные линии то есть компания нацелена на производство крупных так сказать крупных товаров линии кремовалки большие гомонизаторы вот для крупных человеческих хозяйств количество металла сложено ну работников немного да в этом цеху 5 человек вот эта красотка в украине уже есть такая компания меганом для смешивания меда придание однородной массы то есть по нашему как гомонизации также ей можно и кремовать очень крутая штука производят они на одну такую установку уходит семь дней о семь недель уходит очень большая проблема у них с моторами моторы делают французские какой-то компания французская не заказывают то есть под заказ так еще до вижу толщина еще во франции принято хранить мед вот почему разнообразные отстойников от 50 килограмм до двух с половиной тонн хранят вот они вот таких вот крутых отстойниках бак отстойник то есть те что поменьше они одностенные а те которые больше здесь сразу встроен подогрев даже страшно подумать что он стоит все из нержавейки